Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл беседы Евангелия от Марка. И сегодня мы с вами читаем третью главу. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелить ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с радианами совещание против него, как бы погубить его. В синагоге человек, имевший иссохшую руку, то есть человек, у которого есть какая-то хроническая болезнь, у него рука высохла. И очевидно, что его можно исцелить днем раньше или днем позже. Это не какая-то острая болезнь, что человек вот прямо сейчас умрет, если ему немедленно не оказать помощи. И фарисеи наблюдают за ним, не исцелят ли его в субботу, чтобы обвинить его. Тут сказать, что он в субботу занимается медицинской практикой, то есть работает, то есть нарушает закон. И Иисус исцеляет этого человека, и он спрашивает, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить, но они молчали. Суббота в понимании фарисеев это просто день, в который запрещено работать, день, который скован различными формальными предписаниями. И для фарисеев это источник власти, это источник авторитета. Потому что именно у них спрашивают, именно у них уточняют, что там, например, считать работой в субботу, а что нет. И они, поставив себя в положении авторитетных истолкователей закона, они считают, что Иисус разрушает вот это их сложившееся представление о том, как должен соблюдаться закон. Они считают, что можно же исцелить человека днем раньше или днем позже, и поэтому исцелить его в субботу значит нарушить закон. Иисус спрашивает, можно ли делать доброе в субботу? Можно ли угождать Богу в субботу тем, что исцелить этого человека? И мы видим, что трагедия фарисеев в том, что их это не интересует. Их интересует сохранение их привилегий, их власти, их статуса духовных учителей. Они молчали. И Иисус воздрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Им нет дела до этого больного человека, им нет дела до чуда, которое совершается на их глазах. Им есть дело до сохранения их статуса как учителей. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с радианами священие против него, как бы погубить его. Фарисеи и радиане, они как-то сливаются в нашем восприятии. Между тем, это две очень разные группы. Фарисеи — это люди, посвятившие себя наиболее тщательному соблюдению закона. То есть люди наиболее религиозно активные. Они не безбожники, это наиболее религиозно активные люди, которые стараются как бы им закон соблюсти. А иродиане — это сторонники династии иродов, у которых отношения с фарисеями были плохие, откровенно плохие. И мы видим здесь, как две политические группы объединились против Иисуса Христа. Враги, которые против Христа оказались вместе. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Иудумея и Иза Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дамы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язву бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал, чтобы не делали его известным. Мы видим здесь, как люди ищут у Иисуса исцеление толпы народа, и исцеление, которое исходит из него, это знак присутствия вот этого спасающего Царства Божия. Бесы, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!» То есть устами людей, которых они одерживали, контролировали. Мы видим, как эти несчастные бесноватые люди из-за этих бесов демонстрировали осведомленность в этой духовной реальности. Они понимали, что Иисус сын Божий. Он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на горы и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иисус сам призвал к себе, кого хотел. Двенадцать человек. Двенадцать человек сразу напоминают нам о двенадцати ветхозаветных патриархах. И мы видим здесь, что Иисус создает церковь, как новый Израиль, новый Божий народ. Ветхозаветный Израиль основан на двенадцати патриархах, и Иисус основывает церковь на двенадцати апостолах. Двенадцать — это одно из библейских чисел, которые символизируют полноту. И Иисус дает апостолам полномочия. Он посылает их на проповедь, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Анна, брата Иакова, нарекшие им имена Ванергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппова, Рафаломея, Матфея, Фому, Якова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Что следует нам отметить в этом списке апостолов? Тут очень разные люди. Мы можем, например, отметить Яков Алфеев, это мэтр. Это человек, который собирает подоси для римлян. Собирал, по крайней мере, до того, как его призвал Христос. И Симон Канонит. Кто такой Канонит? Канонит — это кинжальщик, по-русски говоря. Это зевот, нам еще говоря по-гречески, ревнитель. Это террорист. Или, как сказал бы человек, сочувствующий его делу, партизан. Зевоты — это были люди, которые совершали нападения на римлян или чаще на сотрудничающих с римлянами иудеев, которые боролись, такие борцы за национальную независимость, и люди, которые активно и охотно прибегали к вооруженному насилию. И, наверное, в других обстоятельствах этот Симон мог бы Якова Алфеева просто зарезать, как коллаборациониста, как человека, который служит римлянам. И мы видим здесь, как теперь они вместе. Теперь они несут одну и ту же миссию. У них один и тот же Господь. Мы видим, как эти люди, которые должны были бы ненавидеть друг друга, до того, как их призвал Христос, они становятся основанием церкви. «И приходят в дом, и опять сходится народ, так что невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вель зевула и изгоняет бесов силу бесовского князя». Мы видим здесь, что разные слухи распространяются об Иисусе. И о нем разносится Мавва, как о великом чудотворце. О нем разносится Мавва, как о удивительной личности, что он изгоняет бесов, что он исцеляет болезни. Но есть люди, которые испытывают к нему крайнюю враждебность. И они говорят, что он вышел из себя, то есть что он сумасшедший. И также говорят, что книжники, пришедшие из Иерусалима, такие все духовные авторитеты, они говорят, что он имеет в себе вель зевула и изгоняет бесов силу бесовского князя. То есть, что да, он творит чудеса, да, он изгоняет бесов, но он делает это силу вель зевула, бесовского князя. И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделился сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. Тогда и расхитит дом его. И Иисус обращает внимание на нелепость их обвинения. Он говорит, ну как же, вы видите, что бесы изгоняются, вы видите, что больные исцеляются, вы видите, что царство сатаны таким образом терпит ущерб, его разоряют. Если вы предполагаете, что это сатана сам на себя восстал, ну, в любом случае, его царству пришел конец. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какие им бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, там и не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Многие богочестивые читатели читают эти слова, приходят в ужас и содрогание. Не похулили ли они как-нибудь Святого Духа, ведь теперь им не будет прощения вовек, и будет им только вечное осуждение. На самом деле, конечно же, речь не идет о том, что человек может согрешить так, что не сможет уже покаяться. Нет, конечно, мы знаем из Священного Писания, что если человек раскаивается пред Богом в своих грехах, он, несомненно, прощен будет. И более того, само глубокое беспокойство, а не отпал ли я от Бога, само глубокое беспокойство о своих грехах, это свидетельство того, что нет, не отпал, потому что обеспокоенность человека своими отношениями с Богом, это признак того, что у него эти отношения с Богом есть, и тут он может этим утешиться. О чем же идет речь? О какой хуле на Духа Святого? Книжники — это люди, хорошо знающие Священное Писание. То есть они не могут сказать, что они тут невежды, не понимают и говорят по неведению. Нет, они точно знают Священное Писание, и они знают, каковы знамения прихода Мессии, как должен выглядеть Христос, что он должен делать, в чем будет проявляться его приход. И предсказано, что Мессия будет совершать исцеление, что глаза слепых отверзутся, язык немого будет петь. Вот Иисус совершает именно эти исцеления, и любой человек, который знает Писание, понимает, что это он, понимает, что это предреченный пророк и Мессия. Но Книжников это не устраивает, и они говорят, нет, это Велезивол. То есть люди знают истину, которую Бог открыл в Священном Писании, не могут не знать, и они объявляют ее чем-то бесовским. Они намеренно и упорно отвергают известную им истину. Именно в этом состоит хвана Духа Святого. Зная из Священного Писания, что то, что они видят, есть деяние Святого Духа, они объявляют это деяниями Велезивого, князя Бесовского. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И, конечно, они подлежат вечному осуждению, поскольку упорно и ожесточенно отвергают известную им истину. Когда человек пребывает в таком состоянии, то ему уже ничто не поможет. Другое дело, что мы должны в отношении любого человека надеяться, что он сокрушится, покается, и тогда будет прощен. И пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. Тогда сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал он, кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот не брат и сестра, а и мать. Пришли матери, братья его. Кто такие эти братья Иисуса? И как понимать эти упоминания о них в Священном Писании? Есть две версии. Это могут быть братья сводные, то есть дети Иосифа от первого брака, поскольку мы видим, что в евангельском повествовании, когда Иисус уже взрослый, Иосиф отсутствует. По-видимому, он умер на тот момент. И, по-видимому, мы можем это предполагать, не знаем точно, но, по-видимому, он был богочестивый вдовец, когда он взял на себя попечение о Марии. И у него были дети от первого брака, которые были сводными братьями Иисусу. Либо это могли быть двоюродные братья. Библейское употребление слова «братья» допускает и то, и другое значение. И сводные, и двоюродные. Почему это не могут быть родные братья? Мы видим из текста, что они ведут себя как старшие по отношению к младшим. То есть, если бы это были младшие братья, то они бы не смели так разговаривать со старшим братом. Это очень патриархальное общество. А то, что мы видим по всему Евангелию, братья Иисуса на него так смотрят свысока, это очень понятно. Если он их младше, если они его там старше по возрасту, то есть это сводные или двоюродные братья, они так смотрят как на младшего и говорят, ну, как вот вообще так получилось, что тот, кто нас моложе по возрасту, вот выглядит как такая выдающаяся личность. Им это обидно, им это неприятно, это не вписывается в патриархальные стандарты общества, и они ведут себя с некоторым таким пренебрежением. И они приходят как бы, чтобы положить всему этому конец. И матерь приходит с ними из любви, из сострадания, не желая как-то их оставить. Но мы видим, что братья ведут себя с таким неким пренебрежением. Мы видим, что они явно старшие по отношению к Иисусу по возрасту, и поэтому они считают, что видят в нем человека, который, как бы, ну, мы бы сказали, лезет поперед батьки в пекло, и они хотят его как-то остановить. И Иисус использует эту ситуацию для того, чтобы сказать, что его братья, его семья – это те, кто исполняет волю Божию. Кто будет исполнять волю Божию, тот не брат и сестра и матери. Мы с вами прочитали третью главу Евангелия от Марка. Мы читаем Священное Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok